Привет, ребята, меня зовут Дрюйо Майо, и добро пожаловать на мой YouTube-канал и на моё новое видео. Ах, волосы застряли. Ах, бантик, а чё с ним? А, он ездит. Этот ролик посвящен Хэллоуину, гриму, макияжу моему на этот праздник и тусовочке, которую мы организуем. Если что, это будет не блогерская тусовка, просто с ребятами, друзьяшками из моего родного города решили собраться и устроить тематическую вечеринку. Перед тем, как вы мне скажете, что я собираюсь делать полнейший баян, я скажу вам, знаете что? Не баян, а классика. Вечная и неизменная. Потому что в качестве референса я беру Джокера. Тем более у меня будет не просто грим Джокера, он будет максимально точным. Потому что у меня есть вот такие вот переводные татуировки с Алиэкспресса, которые в фильмах носил Джокер. Если кто помнит, на шее у него были ха-ха-ха. Это на руке у него есть вот такая вот улыбка, когда он делает вот так. У него как бы там татуха, типа улыбка. Че у него там еще-то есть? Надпись Diamond. Вот она здесь присутствует, смотрите. Аж в нескольких экземплярах. Наверное, размер разный. Да, вот эта вроде побольше, возьму ее. И еще у него вот здесь вот есть какая-то загогулина. В общем, она тоже здесь есть. Вот на этой картинке ее прям видно хорошо. Не будем долго тянуть, потому что я просрал все время. Мне через полтора часа нужно быть уже у ребят. А я не приступил к гриму вообще. И сижу тут записываю для вас начало ролика. Хотя мог бы это сделать потом. Хм, ну это логично, логично. А, пофиг. Так как я сейчас в другом городе, в своем родном, а не в Нижнем Новгороде, где у меня все мои прибамбасы. Я привез с собой пару палеток, пару кистей и не взял крем увлажняющий. Поэтому я сейчас у бабушки. Я спросил у нее кремушек. И сегодня мы будем увлажнять кожу черным жемчугом. Зато с эффектом интенсивного омоложения. Представляете, вот я усну, проснусь после Хэллоуина, и мне снова 15. Че нет-то? У меня в этой квартире очень сухой воздух, я не понимаю почему. У меня кожа-то выглядит треснет просто. Невозможно здесь без кремушков. И вы бы знали, как она сейчас кайфует от того, что я втираю в нее крем. Не забываем записывать тики-токи. Времени-то у нас дофига, правильно? Не получаются тики-токи. Получилось. Убираем кремушек с мест, где будут татуировочки. Прислоняем. Вот здесь она где-то будет. Я не нашел у бабули чистую губку, поэтому промыл пару раз холодной водой ту, которую мы моем посуду. Так, если что делать нельзя, надо брать новенькую чистенькую. Помоем, а то приклеилось или нет? А мы уже похожи? Зачем вы делаете так близко татуировки? Я же одну-другую могу порезать. Ого, она какая большая-то. Так, тем, кому нет 18, отвернитесь. У нас тут взрослый контент пошел. Блин, по-моему, у меня все съехало. What the fuck? Ну ладно, вроде неплохо. С другой стороны, мы там будем керосинить. И кто там уже потом будет смотреть на татуировки? Фотки и так получатся классные. Так как у Джокера белый тон кожи, я сделаю его с помощью белого аквагрима. Правда, не понимаю, как он будет выглядеть, если он ляжет на татуировку. Может быть, ее вообще не будет видно. Хотя нет, смотрите. Если потихонечку, помаленечку наносить и тоненьким слоем, в принципе, все видно и четко. Я беру великолепную палетку от Influence Beauty. Маньяк, маньяк, не знаю. В общем, это то, что должно было быть красивым в кадре, но она зафачена у меня уже капец. Нам понадобится черный цвет. Немножку набиваем на кисть. Набиваю тени под нижнее и верхнее века. Вот такими вот интересненькими движениями. Наводим грязь, а потом ее потихонечку растушевываем пальчиком. И сейчас у нас, по идее, должно получиться очень красиво. Смотрите, какая штука. Прямо как у Джокера. Это, девочки, с тушевым лайфхак. Пожалуйста, пользуйтесь. Идеальный смоки айс за две минутки. Опа! Вот сейчас бы еще второй сделать похожим, и было бы вообще шикарно. Ну, какова красотища-то! А если хотел сделать губы, но понял, что не допил кофе, и дольше всего я буду воздеться с волосами. Поэтому сначала делаем волосы, потом губы. То, что я покажу вам сейчас, вы не увидите абсолютно нигде. Девочки, моя находка, мой рецепт, но так делать категорически не нужно. Иначе можно остаться, я думаю, без волос. Красить волосы я буду зеленым пигментом. Мне кажется, вот эти пигменты применяет каждый, кто как может. Волосы, ногти, века, глаза, губы. Но просто так пигмент не будет держаться, и он не останется на волосах. Поэтому я беру аквагрим, но не тот, который я брал до этого, а очень-очень масляный. Макаю в него спонжик, и начинаю возюкать по волосам. И уже после мы нанесем туда этот пигмент. Он там застрянет, покроем лаком для волос, и у нас получится как будто бы настоящая покраска, которая будет держаться, не осыпется и не смоется. Сейчас ребята написали в общий чат, что они не успевают все подготовить. И мне не к 18, а к 19. Нафига я тогда так торопился, и все это тут мазюкал, я бы мог сделать гораздо круче, лучше и качественней. Я скандал такую ученю, вы меня извините, с какой стати, а? Йоу, ребята, я закрасил всю башню свою, точнее верхние волосы белым, и сейчас мы можем уже красить их в зеленый. Вот такой вот у нас пигментик, девочки. А почему он там скомкался? Не понял. А, это, наверное, потому что я его перевозил раз 500 тысяч триллион двести в чемодане, и он там, наверное, трясся, и поэтому получились такие комочки. Ну, это вообще не прикольно. Ой. Ой-ой-ой. Комочек упал и разбился. У меня есть кисточка, которая вся из возюканных зеленым, поэтому я просто макаю ее в пигмент, и начинаю наносить на волосы. Ой, волосы запутались. Пигмент закончился, но у меня есть еще немножко зеленых теней, вот в такой вот палетке, поэтому мы спасены. У меня на кофту насыпался пигмент, и это капец. Вообще ничего не могу. Ты у меня мой визажист личный. Включи свет только, чтобы тебе было видно. Ну, так ты размазывай, чтобы набивать их. У меня есть вот такой вот дешманский лак, который стоит 70 рублей, в самый раз, который склеит все намертво, и не даст ничему никуда высыпаться. Самое главное, не помереть от его запаха, остальное пофиг. Сейчас вернусь. Ребята, у меня во рту этот лак. Такое ощущение, что я пшикал его не на лицо, а просто его ел и пил. Перед тем, как мы сделаем губы, их нужно хорошенечко увлажнить. Кстати, у меня есть вот такой вот крутой бальзамчик. Мы крутим, и бальзам вылезает. Наносим на губы. Для того, чтобы губы выглядели максимально crazy, нам нужно сначала взять черный аквагрим и нанести на губы тонким слоем, а лучше вообще, как я, нанести точечно и растушевать. И тогда у нас получится алый бордовый цвет помады, как у Джокера. Представляете, как на фотографии. У нас максимальный такой косплейчик, девочки и мальчики. Сейчас мы пальчиками нанесем, потыкаем что-нибудь где-нибудь, и я думаю, будет нормально. Красный цвет aggressive наносим. И на губы. Мы как будто художники, девочки. Мы рисуем. Мы рисуем на холсте, на черном цвете. У нас черный холст в жизни, понимаете? Мы его украшаем красной помадой. Мы добавляем к себе уверенности. И у нас сразу поднимается настроение. И жизнь сразу становится легко. Жизнь легко. Жизнь становится легкой. И мы такие прям нереалочки идем встретить с подружками в клуб. Что-то меня не туда занесло. Только галенте, а! Как относитесь к ситуации, если я скажу, что мой косплей вышел лучше, чем... Профессиональные гримеры делали Джокера на съемочной площадке. Шуткой, конечно же, но... Я стремлюсь к уровню. Ребята, я забыл про татуировку на руке. Я только что ее сделал, я запортачил. Должно было быть вот так, а у меня получается как-то вот так. Она вообще какая-то маленькая. Ну, вот это уже вроде выглядит куда лучше. Но все равно она съехала, блин! У меня уже нет времени что-то исправлять, что-то переделать. Поэтому как получилось, так получилось. И все равно считаю, что у нас неплохой такой коспоечек. Я, короче, вышел на улицу. Я вообще человек в себе не замкнутый. Я блогер. Я могу снимать спокойно. Мне не стремно. На людях говорить. Говорить на камеру. В каких-то съемках участвовать. Вообще без проблем. Но вот конкретно сейчас... Я чувствую себя не очень комфортно. Это прикольно. Это интересные чувства. Это не страх. Я не стесняюсь, мне не стремно. Мне как-то непонятно. Поэтому я называю это некомфортно. Бенойники. Бауки. Тематические блюда на самой крутой вечеринке. Конечно, не тыква, но перец тоже неплохо выглядит. К тому же фаршированный карбонарой. Тематические украшения. И Анатолий. Все, ребята. Тусяо удалось. Много болтали, ржали, прикалывались. Единственное, что... Я думал, я буду в Матину. Ну, или как минимум близко к ней. Однако нет. Мы абсолютно трезво тусили. Отжигали, болтали, травили истории. Общались. Может быть, потому что мы долго не виделись. Но сам факт того, что туса была практически трезвая. Это присуще. Я уже смыл лицо практически. Сейчас мне нужно прийти домой и смыть эту голову. В принципе, макияж продержался круто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok